О реакции на военные провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном в Баратской Турции расскажет собственный корреспондент ТБС Турал Асадов. Турал, здравствуй. Здравствуй, Эльнара. Турал, какие у тебя новости? Эльнара уже на сегодняшний день по этому поводу уже высказался и глава государства. Турция, глава Турции Реджеп Тейбердаган, он также жестко раскритиковал крупномасштабные провокации со стороны Армении, которые были реализованы. И он вновь призвал к тому, что Армения должна принять руку мира Азербайджана и пойти по дороге установления мира и стабильности в регионе, от чего на данный момент, как мы видим, отказывается Армения. Для Эрдогана, безусловно, как для главы государства, который является союзником Азербайджана, и в целом лидером в регионе, это очень важный вопрос. Безусловно, Турция не может допустить, чтобы регион вновь канул в какой-то период нестабильности. Из-за этого Анкара использует все свои инструменты в дипломатической и политической областях, сферах, пытается донести до Еревана как прямыми путями, так и через других посредников и партнеров свою позицию, которая, безусловно, не меняется и не изменится. Об этом многократно говорят в Анкаре. Сам Реджеп Тейпердаган говорит об этом. Вчера и сегодня на эту тему также выступал и главами Турции Мевлуд Чао Шоглу. Интересно было, что Чао Шоглу призывал Армению не прибегать к провокациям в отношении Азербайджана и Турции. То есть здесь два момента. Он имеет и отдельные, безусловно, провокации в отношении Турции со стороны Армении. И можно считать, можно принять то, что сказал, трактовать то, что сказал господин Чао Шоглу, то, что данная провокация, которая была совершена со стороны Армении, направлена против Турции также. Безусловно, это так, потому что Турция вовлечена в этот процесс как союзник Азербайджана, как сторонник установления мира в регионе, как участник мониторингового центра совместного с Россией в Карабахе. Хоть и данная провокация, безусловно, произошла со стороны Армении не в самом Карабахе, но в направлении освобожденных территорий Азербайджана. Но, тем не менее, и Анкар эту свою позицию четко показывает, разъясняет, говоря о том, что Турция не побоится никаких провокаций ни со стороны Армении, ни со стороны каких-то других мировых сил, скажем так. Потому что мы все помним, как в ходе Второй Карабахской войны, 44-дневной войны, Эрдоган с насмешкой говорил о том, что, допустим, если хотят, хочет Запад ввести санкции против Турции за то, что она поддерживает Азербайджан в правом деле, пусть вводят, пусть введут санкции, нам от этого ничего не станет. То есть Анкара давно уже установила для себя эти правила, в первую очередь, которые означают, что она от начала до конца рядом с Азербайджаном и ни на шаг не отступит, ни в каких вопросах в этом смысле. И, безусловно, здесь, кроме того, уже после войны, после завершения войны и подписания соглашения трехстороннего заявления от 9-го до 10-го ноября начался же процесс восстановления освобожденных территорий. И, безусловно, здесь были задействованы и турецкие компании, как по строительству дорог, так и в других сферах. И Анкара этим показала, что она направлена на обеспечение стабильности и развития региона. То есть необходимо завершить все эти провокации, необходимо положить конец каким-либо боестолкновениям, но, видимо, в Армении никак не могут решиться на это. И Анкара это понимает, и Анкарой этот вопрос волнует и заявляет, что никакого продвижения в вопросе нормализации отношений между Анкарой и Ириваном не может быть, если Армения продолжает провокации в отношении Азербайджана. И вот интересно, что завтра уже Ретюкта и Пардоган отправляется в Узбекистан, где он примет участие в качестве гостя на саммите ШОС Шанхайской организации сотрудничества. И там он встретится с Владимиром Путином, с другими лидерами, в частности, я думаю, с нашим главой государства, президентом Альхамом Алиевым тоже. В рамках обсуждений с Путиным я думаю, что этот вопрос к недавней провокации Армении безусловно будут обсуждены, хоть и ранее турецкая сторона заявляла, что темой номер один будет вопрос экспорта российского зерна посредством зернового коридора, который был установлен, открыт при помощи Турции, при посреднице Турции. Но, думаю, этот вопрос уже тоже будет на повестке дня, и, безусловно, обязательно Эрдоган коснется этого вопроса и обсудит с Путиным все эти провокации. Думаю, призовет Путина к тому, чтобы он надавил на Армению с тем, чтобы она уже приступила, стала искренней в этих вопросах, потому что вот уже сколько времени Анкара говорит о том, что Армения должна сделать искренние шаги в этом направлении, потому что она этого пока с ее стороны не видит. И вот эти провокации, так же говоря, были подтверждением тому, безусловно. Ну вот посмотрим завтра, что будет обсуждено. Но, может быть, вот в своем заявлении Эрдоган коснется и этого вопроса, расскажет, что он обсуждал с Путиным, обсуждал ли Карабахскую тему, и если так, то какие моменты были переговорены между сторонами. На этом у меня все, Эльнара. Спасибо большое, Турал. Собственный корреспондент ТБС Турал Асадов рассказал о реакции на военные провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном в братской Турции. Продолжение следует...